Ну а-ху-еть! Новая часть Ларри Крофт под названием Rise of the Tomb Raider эксклюзив для Xbox One. Очередная попытка Microsoft показать всему миру, что их шайтан-коробку рано начали хоронить. На этом ролик, в принципе, можно было и закончить. Я впервые почувствовал себя в шкуре пекаря, ведь над моими ожиданиями надругались как только могли, и я абсолютно уверен, что это Microsoft так лично мне мстит за то, что в одном из роликов я назвал Xbox говном. Что ж, я беру свои слова обратно. Без шуток, на самом деле. Microsoft усердно старается смыть ошмётки медвежьего дерьма, которым забросали Xbox, и да, действительно, они выпустили консоль, которая технически уступает основному конкуренту. Да, под Xbox писать игры всяко сложнее, чем на тот же PS4. Да, дизайн у Xbox на любителя. Да, нет Full HD, но это компенсировали большим количеством FPS. В той же батле FPS на Xbox больше, чем на PlayStation 4. Убедиться в моих словах вам поможет сайт twitch.tv. Надо отдать должное, Microsoft они вовремя высунули голову из жопы и начали предпринимать кардинальные меры по реабилитации своего чада. Выпускают регулярные крупные обновления, исправляют ошибки и всерьёз занялись эксклюзивами. И вернёмся к этим самым эксклюзивам. Даррел Галлахер, глава студии Crystal Dynamics, объявил о том, что Rise of the Tomb Raider будет выпущена эксклюзивно для Xbox One этой зимой. В своём заявлении Даррел попытался, безуспешно, правда, успокоить других игроков, и сказал, что на PS4 и ПК есть другие проекты серии, такие как Tomb Raider Definitive Edition и Lara Croft and the Temple of Osiris. Что же это за Lara Croft такая, Temple of Osiris? Предлагаю ознакомиться. Я лично желаю Даррелу до конца жизни играть в эту игру. Всё-таки я уверен на 100%, что эксклюзивность временная, Microsoft таким образом пытается помериться пиской с Sony, ведь у японцев есть Uncharted, а вот у нас будет Tomb Raider. Но все мы знаем, что львиная доля фанатов этой потрясающей серии не имеет Xbox One, а значит срубить много бабла не получится. А Crystal Dynamics деньги любит, иначе они не сделали бы переиздание последней части на Next Gen. Проблема в том, что непонятно, сколько будет длиться эта эксклюзивность, и для меня, как для обладателя PS4, это вообще дикость, что я вынужден что-то ждать. Я вам что, пекарь какой-то? Я хочу всё сразу. Однако полноценным эксклюзивом Lara Croft не назвать, поэтому у Xbox будет Forza Motors 5, эдакий ответ Sony на их Drive Club. Об этих играх говорили очень много, уже более года сливают в сеть настолько нагло трендеренные скриншоты игр, что невольно можно подумать, что нам покажут реально интересные игры. Но я вас умоляю, что Drive Club, что Forza Motors будут самым заурядным унылым дерьмом, но зато с графоном. Я небольшой фанат такого жанра игр, но поиграть всё-таки люблю. В данный момент прохожу Need for Speed Trivals, и глупо будет не заметить, насколько деградировала такая потрясающая серия игр. Достаточно взглянуть на тот же тюнинг, который ограничивается простыми раскрасками, больше ничего нет. Старичок Underground 2 огорчён своим внуком. Да, игра мне очень нравится, безумно драйвовая, очень динамичная, интересная, но всё это из-за отсутствия конкурентов. Gran Turismo? О, господи, мне жалко фанатов серии игр, где главная цель гонки – правильно входить в повороты. Унылость игры находится на запредельном уровне. Этот жанр игр находится в каком-то вакууме, Need for Speed и тот же Gran Turismo установили планку, которую никак не могут перепрыгнуть другие разработчики. Получится ли что-то толковое на этот раз? Сомневаюсь. Зато в играх будет донат. Деградация налицо.